Протяни руку твою. И он протянул. И стала она здорова, как другая. Что можно взять из этого стиха для нас? Помнишь, что Слово Божие живо и действенно? Надо прилагать это и к Матфею 12.13. Вот сегодня считаем. Две руки, а одна атрофированная. А пока не работала, высохла. И Господь говорит, протяни руку твою. Вот пока не следуешь, не задумываешься, ну думаешь, это одно из чудес. Но, говорит, сделалось как другая. Какая другая? Правая или левая? А потом, эта рука, если бы не была у него парализованная, то это была бы такая же или лучше стала? Оказывается, когда одна рука, то сила переходит на нее. У нас отец с фронта пришел без левой руки. Он был очень сильный. То, что он колол чурки с двумя руками, тридцатилетний не расходит. У человека так Бог устроил организм, что даже в мозге, в другие части тела, когда одно что-то портится, другое берет на себя его функции. И я думаю, что этот человек после исцеления очень сильно отличался от тех, которые не болели. Судья, поверь, потому что эта рука у него была, и она теперь сделалась так же, как та, то он сделался сильнее. Какой вывод мы можем сделать для себя? Вот сегодня, кто-то исцелел человек, поудивлялся, помог дома и умер. А мы живем. Святые говорят так. Рука парализованная и иссохшая означает неспособность творить дела милосердия, добрые дела. А это могла быть нога иссохшая. Нога. Почему? А написано, порог Илья сказал, долго ли вам хромать на оба колена. А если две руки исцелит Господь, к нему приносили расслабленных, иссохших, парализованных, немощных. То есть для Господа разницы никакой нет. Видите, как мир сегодня разделился. Выразить так слова, как выразил Фиопан Затворник, мне не дано было, я беру готовое от него и исцелаюсь, что благодать тройственная. Вот благодать призывающая и, естественно, и обращающая, в православие парализованная. Все бросили на одно. Алтарь, батюшки, алтарь, батюшки. Счастье исповедуйте, счастье причащайте. Одна рука здоровая. И на этом остановилось все. Трудятся день и ночь. Архиерей едет, совершит литургию. Отчет об архиерейских служениях делает, сколько совершил служб. Патриарх больной был теперь два часа, стоял, проповедовал, но ничуть не бывало. Он литургию совершал. Значит, счастье, освещающей благодати, здоровая. Надо молиться о том, чтобы иссохшее стало как та. И в этом вопросе, посмотрите, как только не ухищряются, чего только не делают. Мощей сотни бывает в одном храме. А какие украшения? Какие спятильники, канделябры, ризы? В этом вопросе все благоукрашается, благоукрашается. И все только на одну эту руку. Я не говорю, что неправильно крестят крещение. Неблагодаренно совершается Евхаристия. Примем все так, как Господь сказал. Все совершается правильно. Однако, если проповеди нет, рука-то иссохшая. Язык-то наполовину иссохший. Песни-то поют, а призывающей благодати нет. А вот что касается ног, то православие, хрома на оба колена, как Менфий-Восфей. Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое, идущих на пропасть. Не идут. Каждое богослужение должно заканчиваться тем, чем заканчивалось у апостолов. Они призывали на молитву. Ну, допустим, у нас гонение. О чем мы стали молиться? Ну, Господи, да повлиятельные, да украти. Ну, пусть они увидят, что мы лучше, чем пьяницы какие. Мы не пьянцы, не воруем. Власти должны нас охранять. Они для того и существуют власти, чтобы поощрять делающих добро. Их гонят, бьют. Они становятся на колени. И молитва до потрясения самого места. И заканчивается. Господи, дай рабам твоим, сочи и смелостью свидетельствовать, проповедовать. Я хотел бы знать, когда, какой архиерей, какой священник, в годину гонения коммунистического, социалитарного, сатанинского режима, молился так. Нет, ведь оказались даже в водах, в соловках, на нижних нарах, клюху собрали, там ее давят. Им литургия нужна. Там они ее совершают. И прямо это описывают по свадьбу. А было ли у вас то, чтобы обращать стражников, чтобы молились, место поколебалось, и потом стражников крестили? Однако нет. Значит, об этом должна быть молитва со всяким напряжением. Господи, если будет гонение на церковь Божию, дай нам со всей силой, в душе святом, молиться, чтобы со всей смелостью свидетельствовать. Священник проповедствует должен заканчивать именно этим. Выходя отсюда, как Иоанн Златов говорит, не торопитесь дома за стол сесть, за пироги. Я, гляжу, полнеет безмерно у нас. И сестры, гляжу, и у братья уже крупногабаритные становятся. Почему? Сидите на месте. Если бы у вас была забота, как составить проповедь, подход к людям, к соседям, к ближним, вы бы истосковались, вы бы истохли. Но это не означает, что полное здоровое. Полное умирает раньше. Я призываю вас всех на проповедь, чтобы истощились на проповеди, как прекрасные ноги благовествующие. Мы можем сказать, где самые больные ноги сегодня? Ну, конфессионально, в православии. А профессионально, у батюшек, у попов. Профессиональная болезнь ноги. Почему? Ну, парализованная стоять на месте. Луку прилежи к телу, примотай. Что здесь с этой рукой будет через год? Ты ложку не поднесешь. А это стоять тысячу лет на одном месте. Ясное дело, что просто так батюшек не оживить. И думаю, лекарства никакого нет. Это будет какое-то потрясающее событие. Или разгром всех храмов заново. И снова через стрелаки их Бог пропустит. И вот тогда они возобьят и пойдут. Тогда они будут искать. Вот я смотрю по слову Гожи, что получается. Когда Господь исцелил его, то написано, фарисеи же выйдет, имели совещание против Иисуса, как бы погубить его? За что? Вот это все исследуется. Ну, мы проиграем, что мы оказались с этими фарисеями, которые после исцеления Христа где-то собрались, они же между собой, написано, совещались, как убить. За что? Вот сегодня начни говорить батюшке, идите на проповедь. Я почти ничего не успел, но может быть один. Сегодня дня в знаменательный день потеряется кообщине, что с нами служит священник Московской Патриархии. Некоторые, может, думая за это уцепить, сказали, все признали это объединение по полной программе. Ничуть не бывало. Дело в том, что этого батюшку мы знаем давно, это не означает, что мы подошли под местного епископа Патриархии. Но нет. Нам и тогда ничто не препятствовало служить. А уж решение принято, мы душою были давным-давно. Мы одинаково понимаем свидетельство перед миром, одинаково понимаем распространение Слова Божия, только надо до дела довести. Я ставлю вопрос перед всеми признанными святыми. Что значит совесть? Вот по совести поступать-то, это означает быть здоровым. А если половина совести мертвая, своих детей любит, все сделали, чтобы у детей было хорошо. А вторая половина мозгов и совести отсохла. Даже вот конкретно наше место здесь взять. Я не послушаю, не по совести. Ваша скотина пользуется сегодня мазком, который сделал ваш брат, чтобы она переходить могла не по грязи. Заплатили маленько, узнали? Нет, не узнали. Он мне сказал, я поехал посмотреть. Ты один все сделал? Один. Сколько же ты потратил? Для него каждая копейка дорога. Не по совести. А не по совести, значит, против Бога, как говорит Ава Дорофей. Тебе повысили зарплату, а разряд совсем не твой. Почему ты не стучишь? Почему ты не кричишь, что несправедливо тебе деньги платят? Ты уборщицей в школе работаешь, через две недели один раз моешь, летом не работаешь, но сказал бы, деньги не мои, пусть они на ремонт школы идут. Нет, ничего не бывало. Никто не пошевелится. А вот у народности, которая не христианская, как Лескоп описывает, я думаю, она описывает не просто архиерейские поездки, а именно инокентий митрополита московского, как он весь север объезжал. Заблудился. Язычник, тунгус, дикий. Один отправился, и он нашел жилище, нашел какой-то чум, а там лежит убитый медведь у хозяина. Он отрезал ногу, чтобы накормить архиерея, но пришел без шапки. Архиерий спрашивает, а шапка где? А я на медведя положил. А почему? А хозяин придет, чтобы не подумал, что своровали. Я за шапкой приду. Так мы же все равно придем. Но придем-то мы через два дня, а он будет думать, а что старик скажет? И показал на небо старик большой буквы. А что старик скажет? Верхи днями. Вот это надо все время ставить. Притом не по совести, я говорю, поступает не где-то, а у нас в общем. Притом неоднократно. Что вы не сказали, свою защиту, просто болезненно все, как будто кожи нет. А душу твою тянут в рай. Это аминь смелая. Я ничего не могу сделать. Не пропускайте богослужения. Богослужения все два раза в неделю только. И мне приходится стучать, стучать в одно омертвелое место. Но я не могу, а ведь и Христос не может. Потому что вашего желания нет. Сегодня помолитесь и скажите, все, с сегодняшнего дня я на каждом богослужении буду присутствовать. Пусть и вторая часть сделается такой же здоровой, как первая. А вот вторая часть сделает здоровой, это надо сначала ее осознать. Если у нас отсутствует что-то, сначала надо признать, что отсутствует. признать, что это больное. Один глаз не смотрит, как ты будешь смотреть. А люди, которые не читают Писание, они слепы. И такие люди, которые ходили со стопроцентным зрением к Христу, говорят, так по-твоему, мы что, слепые? Они удивлялись. Глухие. Почему? Слово Божие не проникает. Одним ухом слушают. Начальник что скажет? А подчиненного не слышат их вопля. Вот это руководство, администрация, края везде. Что скажет президент? Здесь у них ухо слоновья. А здесь до блошинного уха сжалось. Бог при народах не слышит. Надо молиться, чтобы все тело было здраво. Чтобы мы слышали голос Бога и Его. Чтобы Господь тревожил нас. В первом послании к Коринфянам 11.30 считаем. А там многие из вас немощные и больные, и немало умирают. От того? То есть что-то совершается в мире, от чего болеют и болеют и болеют. И кто в этом виноват? Кто же заражает наш народ? Ведь если этот вопрос-то сегодня перед миром поставить, люди скажут, птичий грипп, холера, бешеные коровы. А оказывается, все идет из алтаря. Вообще страшно даже слышать. Да это же исцеление, для здравия тела. Многие больные. Мир больный за то, что причащаются. А сегодня попыток алкоголи чаще исповедствует, причащается еженедельно. А то же обязательно. Ну а желательно хотя бы один раз в день. Желательно. А почему они достойны? Многие больные. И немало, и немало речи идет не о двух человеках. И это две тысячи лет. Да если сегодня Господь явил чудо, просто дал статистику и сказал, что вот люди, недостойно причащавшиеся, понедрежение священников, и речь шла бы, может быть, на сотни миллионов. А Янглатаус говорит, если одна душа погибнет, пасырь, по твоей небрежности, о священник, тебе всей жизни не хватит рассчитаться. по твоей небрежности, подходит исповедуешься, а я сделал аборт. Ну, так поклонам даст им 15 дней. 10 лет, второе правило Василия Великого, 10 лет за дверями плакать. Вольное убийство, дорисковало своей жизнью, тогда говорят, почитай это правило. Правило со стальными, слепими отцами, для здравия нашего. Здраво было бы тело у нас или нет, человеческие законы исполняют точно. Их нельзя не исполнять, нахажут. А здесь, как будто, этого не видели. Итак, рассматривая по слову Божию, мы видим, что эпитемия необходимая. А если эпитемии не накладывает священник за вот такой грех, смотрела экстрасенсорику, лечилась, может быть, да и перешли идет не от двух годов-то, за то, что лечилась 6 лет, а если сама занималась, саморожил, 18 лет, к вольному убийству приравняется. А священники накладывают эпитемию. Я с кем не разговаривал, ни одного не встретил. Ну, только у нас еще. Есть? И то не знаю еще, по полной ли программе. А если эпитемия не накладывает, тогда того, что говорят, гибнет священник, и тот, кого он запускает. Только из-за, что, Господи, так неужели это все погибшие? Серапим Сароский, я думаю, он не понимал до конца этого, но откровение он имел. С чего вдруг он начал молиться обусу русских архивеев и священников? Надо молиться было о царе, чтобы войны не было. Все забыл, ставит на коленях и молил за три дня и три ночи. И вдруг голос Божий говорит, не пощажу и не помилую. Я думаю, он читал эти места, где Господь говорит, и глаз один вырву, никто тебе его не сделает здоровым. И руку отломлю, которую ты благословляешь, потому что ты народ забыл. И Бог сказал ему, не пощажу и не помилую. Как будто нет у нас спасенного нет. Сколько раз я не читаю, я прихожу в ужас. Ну это кто-то бы сказал. Ну и призванный святой говорит, ну допустим ошибся. Ну не наполовину же ошибся. Когда он говорит, он говорит, половиной погибает. Как мы должны любить священника? Как заботиться? Не потворствовать им. Сегодня принцип чести друг от друга. Как любят наших священников все. Прям падают, и люди проходят, и сцеловали их. А он любит, чтобы подходили, и благословляют, он так и машет рукой. А Господь говорит, честь друг от друга любите принимать. А славу от единого Бога не ищет. Эта половина корын головного мозга засохшая. Бога бояться. Написано, с началом мудрости страх Господень, притча Соломона 1.7. Пробудить вот эту часть головного мозга. И тогда священник будет для нас не строгим, а совершенно нормальным. Мы приходим к врачу, в лечебницу. А врач иногда назначает какие-то горькие лекарства, да мало того, с сегодняшнего дня не употребляй то-то и то-то. Евангелие от Луки, 1 глава 21 стих. Между тем народ ожидал Захарий и делился, что он медлит в храме. Я решил по Библии поискать, никакая с ней пони не помогает, где такое омертвение, какого члена у человека было, чтобы половина это сделала здоровье. Вот он имелый у него язык, закрылись губы, а руки движутся. Сразу научился по глухонемому разговаривать, никто его не учился. Почему? Ответ дается за неверие. Так за неверие-то люди, не верят в Слово Божие, если они все же, они милые. Да. Действительно никто не проповедует. Они могут только люди говорить человеческие слова, угрожать, ругаться за Родину или далее. А за Христа где эти лозунги? Евангелие от Луки 8-40. Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его. Чтобы получить такое исцеление ума, надо молить Бога, чтобы Господь прибыл с нами. Иногда православные говорят, памяти нет. И потом очень часто жалуются. 60 или нет, памяти нет. Я стал думать, почему? А потом пришел к выводу, даже попу ему манги отбили. Ему не надо ничего думать. Тебя благословили, ангел, охрани блендорожку, иди. А если бы священник давал задание в течение недели прочитать двое ангеля? В течение года каждая должна прочитать Библию. И чтобы пришла ко мне не меньше 30 вопросов принесла. Манги нужны, а так очень хорошо. А как вопрос задал кто-то? Ты случайно с баптистами не крещался? Я даже знаю. Вот там подошел к крещению, принял 300 рублей, заплатил. Ничего не знал. Поехал в отпуск в районе, а там сектанты какие-то. Он к ним пришел, а они ему стали говорить о священстве. Плохо. А о крещении, правильно говорят, но они не могут крестить. Он вернулся в Барнаул, к батюшке пришел. Ты говоришь, батюшка, да почему же ты меня крестил? А когда ты крестился? Ну я же дымой приходил к вам. Ну и что? Да ты же мне не рассказал ничего. Оказывается, неправильно ты меня крестил? А ты случайно не встречался с сектантами? Он говорит, при чем сектант? Я же тебе деньги заплатил, а ты мне ничего не делал. Это не один. Я случайно приказал из моих. Значит, у нас все парализовано. А можно, чтобы и вторая часть сделалась такая же, здоровая, как первая. Захария 11,16. Ибо вот, я, Господь говорит, что-то сделаю удивительное для вас. Вот просто так, когда бы я дам вам, что бы мы подумали, что нам Бог дам сейчас? Ну, конечно, хорошее. Вот Господь говорит, я поставил на этой земле пастуха, которая погибающих не позаботится. Мы говорим, Сельги, Строгородки, КГБ. Оказывается, Бог их поставил, чтобы не заботиться. Почему? Кафразий молился. А Господь ответил, дал бы хуже, но не нашлось по нашим делам. Мы о медведи мертвого нам оставим. Мы будем молиться, пастырь будет оживать. Мы близки были с одним священником. И когда он увидел, как мы молимся, он сам подошел и говорит, помолитесь обо мне. Вы знаете, вот это в алтаре привычка уже. Все делаешь, шевелишься, как у блокновенного человека рутинная работа. У меня нет вдохновения. Он должен гореть огнем, как у Сергия Радонича, он бил по престолу метался огонь. Они это видели. Но мы не можем требовать, чтобы у каждого священника палка в алтаре был огонь. Но мы не можем и молчать, если священник парализованный языком, парализован на обе ноги. Что у него вены рвутся, он не может тронуться. Я думаю, наши священники выздоровели, вы себе пошли на проповеди. С нами на благовестие. Матфея 9, 12. Иисус сказал, не здравые имеют нужду во враче, но больные. Признатьте надо, что мы больные. Все больные. И Антону говорит, и никого здравых в вере у нас нет. А если бы кто пришел и решил исследовать нашу жизнь и Евангелие, то больших врагов Евангелия он не вряд ли нашел бы. Как будто мы поставили цель нарушать все Евангелие, прочитали какую заповедь, делать наоборот. На это хватает памяти. На память жаловаться не надо. Она нам не нужна. А если будем простить памяти, то Господи, дай для чтения, для поминания Слова Божия, для благовестия. И священнику, то ведь царствовать над такими группами овцами позор. Они беспамятные. Нераскрытые таланты. Ему надо день и ночь молиться. Я лично убежден, что сектантов столько на руси не было бы, если бы все до одного православные свидетелями были. Ищи же, что и потом запрещать никому не ходите, никому не ходите. Вот здесь иеретики были. А они дворец зрелищ. Откупили 100 тысяч, платили каждый день. 100 тысяч. 13 дней провели бы воскружение свое проповедь. Рядом в бассейне 200 человек крестили открыть новую азиатистскую общину седьмого дня. Они не знают, что делать покрыть. Я не мог ни через епархию никуда не пробиться. А выход очень просто. В городе 12 храмов. Да каждый из прещенних сказал бы 200 человек со мной. Да ни одна бабка бы не усиляла на своей даче. Все бы пришли. А он и еретик спрашивает, правильно я говорю? И все бы. 5 тысяч человек. Неправильно. И все. И ничего бы не было. Не прятать надо, а вести на сражение. Надо учить людей. Не восточным единоборствам, а единоборствам с дьяволом. Крестным знаменем сражать его. Старозаконие 25.11. Есть интересное одно место, которое, может быть, надо было бы по ходатайству внести в сегодняшний уголовный закон. И вот бывает, говорит, так, что дерутся два мужчины. И женщина видит здесь, что ее мужа бьют. И она решила его отнять. И что она сделает? И рукой своей, противника, схватит за срамной член. Больно. Но если схватит за голову, схватит за руку, нигде не написано, что будет ей. Но если она схватилась, говорит, за срамной уст, то отсеки руку ее, да не пощадить ее глаз. То есть никакой амнистии не будет. А я подумал, да ведь фактически-то мы сеем без рук. Если семя Божие сеет, и нигде нет никакой проповеди, то вся сила-то брошена на то, чтобы не по одному насилию. Да мы уже с нами все под эпидемией до одного находимся, кто Слову Божию противничает. Книги Судей 5 глава 6 стих читаем. О том, как Самсон однажды победил, простер руку свою и взял челюсть. Это Судей 15.15. И поразил ей тысячу человек. Когда Бог благословит, то в наших руках и мертвая заговорит, и будет полная победа. Вот из этого малого стиха я нахожу великие обетования Божие, если мы будем верить. И вторая рука сделается как первая. Вот смотри о житии от святых монашествах. Насколько они были внимательны к проявлениям, к подвижкам духовным в своих учениках. Как они искали постушание. Читаешь, дикость какая-то. Совершенно. Ученику говорит, иди, приходи тот камень. А камень это скала. Ему идет через полчаса, у него мокрая земля, он потеет. Но если краном ни один не сдвинешь. А как? Ну я не знаю как. Учитель сказал, он должен сдвинуться. Хворостинку гнилую посадят, он ее поливает, уже все гнило. У него послушание. То есть вот эта выработка была, вторая половина это не работало, что это нужно не Богу, а в первую очередь нам. Вот как Богу молиться? Как не спать? Все в отношении Бога. Все узнают. А что любви ближнего, как самого себя, монаши там намерзно забыли. А зачем ближнего? От них подальше уйти? А если ближний найдет, сойти, а еще дальше завезут. А если там найдет, я на скалу, в море, одинокий, как Мартиниан. А если нет, я в болото залезу, там буду сидеть. Вот надо и молиться, чтобы все ожило. В православии очень сильно развитость вот эта первая любовь к Богу. Любовь к Богу именно отделить людей, которые бы молились. А где те люди, которые шли бы в мир эту молитву претворили в жизни? Из маленького этого стиха я нахожу великий посыл на молитву. Чтобы все тело было здраво. Два глаза здраво смотрели. Смотрели как на небе и претворили нас землю. Правильно слушали. Обе ноги были здоровые. Все органы трудились для Господа. Услыши, Господи, и научи нас из малого извлекать полезно. И Бог дает тогда такие обетования. И будешь ты как мои уста. Аминь.